Зовут меня Григорий Семенович Логвинов, я сам из России. На работу в Министерстве странных дел вышел сразу после окончания института. Было это уже почти 42 года назад. Для меня, конечно, первый год изучения китайского языка слился в один сплошной кошмар. Ну, однако, главное не в этом, а в том, что я ни на один день не пожалел, что я выбрал китайский язык. Потому что именно благодаря китайскому языку я получил вот эту неповторимую, совершенно сравнимую еще возможность провести долгие годы в вашей стране, работать в Китае, познакомиться с китайской культурой, с китайскими традициями, увидеть уникальную природу вашей страны. Примерно с 1 августа 2001 года я уже непосредственно занимался работой по строительству ШОС. ШОС превратилась в крупнейшую в мире трансрегиональную, в полном смысле слова, международную структуру. Термин «шанхайский дух» занимает уже место наравне с принципами Бандунга, с принципами мирного существования. Главное, что эти принципы позволили создать устойчивое объединение государств с принципиально разными уровнями экономического, финансового и военного потенциала. ТАЧА ХАО, ФЕДА КАУШЕНГАНДИМЕН САИИЧИ, ВАШИ ИНДУРА НА АТУАР. САИИЧИ, ВАШИАНДИММЕН САИИЧИ, ВАШИ ИНДУРА НА АТУАР САИИЧИ, ВАШИАНДИМЕН САИИЧИ, ОКТИ САИИЧИК, ВАШИИ. Я изучал историю и хотел бы быть журналистом. Мой папа перевел Мао Затунг в химии, и он также создал Ши Чинпин's книгу «Гоуернанс 1 и 2». Это «Пись и Фриндшип Металл», который имеет очень хорошую память из прошлого года. Это показывает что фриндшип между Индия и Джаина и имеет много историй, и имеет очень яркий футбол. Я считаю, что СЦО – это огромная платформа для того, чтобы работать вместе. Поэтому создать сборку между СЦО странами это очень важно. И это я вижу для Индия и Чи. Даже если мы очень старые цивилизации, старая культура, старая историю, и много кооперация в прошлом, все эти вещи в прошлом. Но для будущего мы еще должны быть верным, чтобы работать между странами. И для верности мы нужны «Прижки для фриндшипа». И «Прижки для фриндшипа» только могут быть построены по людям. И мы должны делать больше, через СЦО, в этом районе, чтобы получить все эти страны, особенно в Индии и Чи. и других страны. И для всех. 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 Меня зовут Артхбаев Пекитай. Я из Кыргызстана. Уже шестой год живу в Пекине. На данный момент работаю и учусь. Мой отец очень большой любитель. Он очень обожает сильно Китай. Он тут бывал уже больше десяти раз. Начал прививать эту любовь мне еще с детства. То есть я еще с детства, со школьных лет знал, что я буду учиться свой, проводить свои студенческие годы именно в Пекине. На протяжении полутора года, я, наверное, полтора года был председателем. Я был и соучредителем, а также председателем на протяжении полутора года объединения кыргызских студентов, которые находились в Пекине. Цель была помогать нашим студентам в Китае в обучении жизни, а также показывать кыргызскую культуру, рассказывать кыргызскую историю. Надо сказать, что я являюсь членом Scholar Network. Это молодежная платформа, которая объединяет лидеров с 18 стран, стран ШОС. То есть там большинство магистры, которые учатся на докторантуре в Китае. Вся молодежь с 18 стран делает общие проекты. Мы всегда были рядом. То есть наша поддержка как молодежи тоже была в секретариате. Секретариат помогает нам реализовывать все наши знания, получать, реализовывать наши идеи и уметь нас слушать. Не только слышать, но и слушать. Я Антон Аргашев из города Душамбе, Республики Тачкестан. В возрасте 11 лет я начал проходить класс в Институте Конфуция и начал знакомиться как можно ближе с китайской культурой. В Институте Конфуция я с многими людьми общался, которые проходили обучение в Китае. И я много слышал от них позитивных комментариев. Мои родители могли видеть мой интерес к китайскому языку, китайской культуре. Моя мама рекомендовала, что я могу учиться в Китае. Где-то в возрасте 14 лет я уже принял решение, что я хочу проходить обучение именно в Китае. Республика Тачкестан, она была одним из самых первых членов с 2001 года. Я помню, что очень много саммитов шосс было проведено в моем городе. И в то время как бы не только я, я уверен, что большая часть населения города имела такие очень позитивные эмоции либо предстоящих, либо проходящих саммит. Организация Шосс создала такую платформу для взаимодействия и эффективного общения между государствами. И с другой стороны, организация Шосс именно простимулировала и вызвала мне интерес к взаимоотношениям и более положительным коммуникациям между государствами. И в итоге обучаюсь здесь в Китае.